Амбициозная экстремалка Оксана Оксорочная сладкоежка Нино и обаятельная недотрога Эльмира А жених у нас Иван, давайте знакомиться Я решил привести на эту передачу моего сына Ивана Потому что где еще найти хорошую невесту для сына Как не на главной передаче о женихах и невестах нашей страны Так что, Ваня, помогите мне поверить, что любовь это не слабость Спасибо Иван, 28 лет После бесчисленного количества кратковременных романов Влюбился в ту, которая назвала его дорогой Втайне от родителей сделал ей предложение руки и сердца Но не выдержав запросов невесты, отменил свадьбу Иван, ведущий эксперт департамента внутреннего аудита в банке Гордится тем, что всегда держит свои обещания Предупреждает, что не пропускает ни одного матча своей любимой футбольной команды Иван никогда не заводит серьезных отношений с блондинками Опасается барышень, которая в первую очередь обращает внимание на его автомобили на фамилию отца А не на него самого Женится на православной брюнетке из хорошей семьи Которая чтит семейные традиции больше, чем марки брендовой одежды Очень приятно вас видеть такие гости, я вам хочу сказать Спасибо, что пришли Иван, вы же должны быть избалованы женским вниманием И вдруг растаяли от обращения дорогой Ну, вы понимаете, что сердцу не прикажешь А так получилось, что меня сначала не уделяли достаточного внимания Меня игнорировали, играли Это вы сейчас про кого говорите? Я говорю про ту, которую любился, единственную Послушайте, вот дорогой, ведь можно сказать, с абсолютно разными интонациями Вот как я говорю, знаешь, что мой дорогой Вот если будет у тебя в четверти, там, хотя бы одна тройка, мой дорогой Тогда там не рассчитывай Вы что, не были обласканы родителями? Ну нет Нет, я перевожу все, что сказал Ваня на русский язык Ваня дипломат, естественно, да, он закончил ему Поэтому он не все говорит Но, как я понимаю, что до этой девушки все женщины были, ну, как бы на вечер, на ночь Ну, на два дня А это уже была постоянная первая Вот в чем тут фокус Сейчас папа все скажет Сейчас папа всем все расскажет Папа сам невесту выберет А почему втайне сделали предложение от родителей? Ну, потому что родители не одобряли мой выбор Она была с Украины, да, девушка? Да, она была родом с Украины, но жила в ближайшем Подмосковье А чем она здесь занималась? Она училась в институции А чем она так покорила вас? Почему именно с ней у вас связались отношения? Ну, у нее была красота Своебразный ум Своебразный, поточнее, пожалуйста Своебразный, это значит, что она в чем-то разбиралась Ну, в чем-то она была еще ребенком И она была старше своих лет А сколько ей было к тому времени? Ей было 19 лет А то, что вы вместе с ней жили, вы знали, да, Алексей? Да, да, я знал Но я знаю, что она не нравилась категорически вашей жене Да, мне, я спокойно к женщинам ко всем отношусь Папа либеральный Хорошо, но мать, она ведь с сердцем видит Мама часто, конечно же, ревностно относится к девушке своего сына, любимого, единственного Да, ты не боишься, что она будет тебя проверять как-то? Мама понимала, наверное, что девушка с Украины хочет выжить, да, за счет вашего сына? Ну, я не знаю, может быть и это, может быть что-то другое Может быть просто все-таки она совсем молодая А из какой семьи была? Да, девушка Она была нормальной, хорошей семьи Я имею в виду достаток материальный Ну, я не могу сказать, что они бедствовали Не бедствовали, просто я читала вашу историю, откуда вдруг такие запросы? До меня у нее были молодые люди Это в 19-то лет? В 19-е лет До 19-ти она уже привыкла, что молодые люди Да, что у нее был молодой человек на банке Или она так говорила, Ваня Баловали ее подарками? Ну, было Она там хотела собачку, будет собачка Хотела там платиться, будет платиться А более такие дорогие подарки уже? Был, был подарок Ну, хорошо, вы сделали ей предложение и стали готовиться к свадьбе Вот это все и началось, как я понимаю Точнись, что она меня сначала еще бросила Ну, хочется верить, что она одна любит Ну, честно, Люба Вот честно говорит, она меня бросила Не боится сказать, что девочка меня бросила Обычно как-то ребята этого стыдятся немного Мне кажется, он такого молодого человека, у которого все прекрасно в жизни И много денег и связей, опять же таки Для него это вообще как Какое-то адреналиновое испытание Что его кто-то бросил Когда я уже не знал, куда деваться Я сделал выбор, что надо возвращать Я, когда я ставлю цели, я добиваюсь Ну, и как вы ее возвратили? Цветами, вниманием И предложением руки и сердца Ну, это после уже возникло Но он добивается своей цели, возвратил девушку Несмотря на то, что ему было больно и неприятно Здесь респект, конечно Ну, так вот, началась подготовка к свадьбе Папа был в курсе, как я понимаю, да? Да, я был в курсе И откуда вдруг такие запросы? Леди Гага, чтобы пила для нее А, кстати, нет, я хочу просто это выяснить Леди Гага, приглашенная на свадьбу, чтобы пить для вас А сколько она стоит, Леди Гага-то? Оксана, а ты бы хотела, чтобы у тебя Леди Гага на свадьбе? Нет Свадьба, это мое личное Да, это что-то любое Это святое Это один раз Только близкие люди Которые искренне желают счастья Они просто, может, как показуха, там, певцы какие-то Еще что-то, зачем? Да, да, за баснословные деньги Ну и замашки у девушки Ну, что такое? Ну, привыкла над Бенсли Ну, миллион, думаю, не один Ну, она привыкла к Луи Витону и тому подобное Ну, привыкла А привыкла она? Нет, скажите, пожалуйста, Иванка Нет, она как-то успела привыкнуть, вот я так думаю Приехала с Украины, ну, из хорошей семьи Она приехала, сейчас скажу, где-то в девятом классе она поступила С кем? Она приехала одна У нее родители уже здесь работали То есть вы ее взяли от родителей к себе? Она, конечно, девчонка вообще, не плохая Да никто не говорит, что плохая Любовь – это слабость Это способность манипулировать человека Да, слушайте, я понимаю, Иван, что вы были влюблены, раз смотрели на все это Что добило? Вот какие запросы вдруг? Добило совершенно странная вещь, как просто мне на мозги начали давить Ужасно Например? Просто по мелочи То, что я не так вожу машину Она водить вообще не умела Да, и хорошо бы вам пересесть за руль самому без водителя Почему-то вдруг, что за кадр? Ну, я когда возвращал, я пересел за руль Хотя ваш водитель ее возил по ее там нуждам Да Очень странная девушка А вы-то взрослый дядя Вы как со стороны опыта? Вы-то оценивали ситуацию? Ну, я спокойно, нейтрально Любые исходы этой ситуации я спокойно принимаю Девочка зажралась Зажралась Ну, а зажралась она почему? Значит, ну давай и повод Да, наверное Не, ну слушай, ну человек хочет сделать добро, приятно Можно сесть на шею и пользоваться Я понимал, что какие-то вещи мне супруга простит Но если произойдет свадьба, ну, будем так говорить, без информации Там, не информируя ее Ну, так или иначе, это дойдет, конечно, до нее То наши отношения могут быть разломаны Вот это меня беспокоит У вас один ребенок? Нет, не один Сестра шесть Сестре сколько лет? Восемь, сейчас девять Такая большая разница, да? Двадцать лет И поэтому я понимал, что супруга, она мне простит все Вообще все, да? Но вот это не простит никогда То есть это будет... Ну, потом нельзя, что от девичной В общем, правильно Юль, я к вам вот, как к женщине, у которой двое детей У вас двое детей, да? Вы тоже уже виды видали И с разными девицами общались Послушайте, вот для меня просто, ну, белым по-черному Корыстная, маленькая акулка, которая вот захотела в эту семью войти В таком возрасте, 18-19 лет, достаточно опытные девочки Особенно, если они там с Украины приезжие Приезжают в Москву в 14 лет Поэтому я думаю, что, конечно, они набираются здесь опыта А что им делать? Они днем учатся, а вечером работают Ну, украинка они вообще по сути И тут вот такой у нас прекрасный мальчик Спасибо А вот, кстати, по будь прекрасного мальчика Дорогой Мыванечка Вы, конечно, создаете впечатление умного, хорошего, образованного Родители постарались Но я почитала в интернете Тусовщик вы заядлый И можете даже проиграть, чуть ли не Мерседес Это было давно Да? А давно это когда было? Ну, это года 4 назад было А, ну, сейчас у вас как бы спокойный такой образ жизни Спокойный уже отхожу Серьезный уже в семье Тусовки закончились Да, тусовки закончились Слава тебе Ну, работа с 9 до 6, она не... Обязывает Ну, а после 6-ти... Не располагай Ну, а уже нет желания Ну, в 9... Перебесился Уже было все, все везде, со всеми уже неинтересно Все уже было Уже неинтересно Скажите, а девушки, вот узнавая, с какой вы семьи Меняются на глазах, наверное, просто, да, в отношении к вам? Ну, в основном, вы знаете, они как-то не показывают это Стараются не показывать На самом деле, наверное, все-таки реагируют Внутри что-то Ну, во-первых, я вам хочу сообщить радостную весть Девочки, которые сегодня пришли бороться Ни одна из них, ну, вот до этого момента Пока не увидели сейчас в своих комнатах на экране Не знали, чей вы сын В шоке была Вот когда увидела что-то с вами Трофановой Да В шоке Немножко Вы хотите усыновить ребенка? Если... Со здоровьем все в порядке у нас? Со здоровьем все отлично А вот почему хотите усыновить? Ну, я хочу троих детей Двоих своих, одного усыновить, там, удочерить, неважно Давай, Вань, троих своих, а двоих усыновим Какая прелесть, твоя мечта! Да, я же говорила, что я хочу усыновить ребенка Молодец какой Есть большое количество женщин, которые рады отдаться материнству и родить вам лично Четверых-пятерых без усыновления Ну, понимаете, в чем дело? Если там будет уже больше двух, то... Соответственно, жена будет сидеть дома А вам бы не хотелось? Мне бы не очень хотелось, чтобы она сидела дома А вообще, вам хотелось бы взять девочку или женщину Так сказать, из какого бизнеса? Чтобы она чем занималась? Чтобы она занималась тем, что ей нравится Если ей нравится шоу-бизнес, ради бога, иди пой Хорошо, а чего бы не хотелось? Тогда я смотрю, вы человек такой достаточно лояльный Вот какой бы не хотелось бы барышнева? Не хотелось бы вульгарную, честно скажу, хватило Алексей, а вы так и будете, да? Ой, лишь бы ему было хорошо, да кто бы не был, это все его опыт Я спокойно ко всему отношусь Ну, мне кажется, это не так Это облегчает жизнь немножко Пока так говорят Будете составлять брачный контракт? Надо подумать Ну, я думаю, стоит И девушка тут же проявит свои качества Хотя бы для обсуждения Скажите, почему, когда вам было невыносимо плохо Не пошли к папе или маме Интересно, он живет отдельно Пошли в церковь Я пошел в церковь Я пошел в церковь Да, а ты бы как хотела Отдельно А куда жену приведете молодую? Есть уже гнездо? Квартиры есть Работа есть Гнездо есть, короче говоря Готов Все у тебя есть А тут сидишь бедна, как церковная мышь После короткой рекламы мы продолжим Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас сегодня и вам А вам важно, из какой семьи будет девушка? Ну, имеет значение Я не могу сказать, что это... Ну, это имеет значение Хорошо бы, чтобы семья была с традицией Действительно Да, ну, я хочу скорее Алексея вам пожелать Вам же не все равно Какую невестку приведет в дом Иван И с кем вы породнитесь Я бы просто вот настоятельно была бы Очень любопытна и очень активна Как раз в том, чтобы выяснить Из чьих будет Вот, поэтому, конечно, она должна быть из приличной семьи Чтобы не было стыд Ну, да Будут всплывать всякие подробности Вот я все-таки считаю, что пускай она меня не обижается Чтоб девушка была из полной семьи С хорошими Значит, твоя дочка не имеет шанса выйти замуж Нет, у меня семья полная У меня муж умер Извините, мы не виноваты в этом И я сохраняла свою маленькую семью Не выходила замуж И сохраняла как память об отце и роде И она говорит правильные вещи Потому что девочку воспитать Именно в правильном, да В русле Чтобы она пошла правильную дорогу Это действительно очень сложно И это огромный труд для родителей Поэтому она совершенно права Очень много слов забыли спросить Ивана Который, конечно, нуждается в женщине нечувствительной Душевной, потому что Венера в рыбах Той, которая по-настоящему обогреет Вам нужна ласковая прежде всего Вы где-то уже порядка полутора лет Действительно готовы к браку Прогрессивная Венера вошла в знак Тельца То есть это время душевной готовности Но обстоятельства, к сожалению, пока сопутствовать не будут Вот иногда бывает, что душевный человек готов А обстоятельства еще не готовы И у вас в ближайшее время такой детский период Когда мужчины совершают игрушечные подвиги Дурачатся, бесшабашно веселятся И, к сожалению, иногда детская тема всплывает по-другому Кто-нибудь из девушек нет-нет И захочет завести от вас ребенка Да, вот этого я и боюсь Что он пока слишком юный И то, что он говорит И является ли это правда настолько серьезным и искренним И то, что он хочет Пожалуйста, как бы вы не веселились в ближайшее время Блюдите себя и будьте осторожны, пожалуйста Отходите, знакомьтесь с первой невестой Удачи! Привет, меня зовут Оксана Иван Иванович, привет Взаимно Девушка спокойная Девушка высокая Симпатичная конкурентка Здравствуйте, Оксана, с кем вы? Это мои лучшие подруги Наталья и Ксения Очень приятно, давайте на нас посмотрим Оксана, 23 года Менеджер в сфере логистики Подрабатывает моделью Гордится тем, что никогда не прибегает к помощи мужчин Мечтает сыграть в кино трагическую роль Возлюбленный мечтал жениться на Оксане Но категорически не хотел заводить с ней детей Приобретать квартиру и зарабатывать на жизнь Надеется, что у Ивана правильное представление о семье Трагическая роль А кто? Медея, Электро, Леди Макбет Я не задумывалась, не знаю А вот задумайтесь Давай, давай Изображай глубину Ну хорошо Просто для Ивана немаловажно образование девушки Поэтому извините, что я так У вас, да? Ну конечно, она не для него Я уж себя тоже не считаю, но абсолютно не так Вот молодые люди часто отказываются от отцовства Все время говорят не вовремя, еще рано Ну и находят множество предлогов Но чтобы молодой человек отказался от квартиры, от денег Потому что был сын богатых родителей? Нет, он не был сыном богатых родителей Он был из обычной семьи, впрочем, как и я Мы вместе были очень долгое время Почти семь лет Я развивалась, в общем-то шла по карьерной лестнице Вперед училась А этот человек, он больше, в общем-то, приверженец Вот то, что у меня есть, и слава богу И больше мне ничего не интересно При этом он тоже очень хотел детей А что было-то у него? Машина, дача, квартира Так немало И свое поде, а не родительское Нет, это родительское Это не сам заработал, это родители А что горбать? И родители живут в области То есть, как бы, эта квартира не в Москве А вы его все время подталкивали Небось, она ни за что-то пилила его Добила мужика, а мужик сбежал Вы когда-то подслушали случайный разговор Со своими друзьями, да? Да Он сказал, вот, Оксанка парится, там, ей нужна ипотека, чтобы купил квартиру, да? А я ей ответила, ну, вот, пусть сама и покупает Нет, он мне не ответил Он друзьям ответил, да А вы решили, что если вы сама мужите, так зачем он тогда вам нужен? Нет, просто он мне очень красиво выразился Нафиг мне это все надо Когда я что, буду париться Вот она там что-то морочится с этой квартирой Пусть морочится, зачем я буду заморачиваться? Это ночью было, я думаю, господи, ну сколько же можно? В данном случае ты просто его на себе тащила И все, мне кажется, все-таки женщина не должна как-то вот Своего мужчину как-то Юля, скажите, вы были хотя бы однажды замужем официально? Никогда При этом у вас двое детей Когда вы детей зачинали Когда, понимаете, вы думали о том, принесет он что-то вам Возьмет он деньги в апотек, подарит вам квартиру Понимаете? Что далека от этого Вот и все Не знаю, я считаю, что не нужно так все прям от мужчины чего-то ждать Нужно создавать себя, чтобы ты была интересная Чтобы ты была независимая от мужчины Здесь еще немножко личностный фактор сыграл Я очень заботливая, открытая, эмоциональная А как вы умеете заботиться, вот как будете заботиться о мужа? Ну, я, например, с удовольствием там приготовлю ужин Да вы обязаны это делать Не будете делать, другая сделает Какая ты заботливая Ты тряпку в руке держала Вообще, ты посуду мыла В жизни А хорошо готовишь так? Вот здесь поподробнее, да А что ты готовишь? Папа любит У меня мама шеф-повар Я готова О, все Больше Все Тема Хорошо, покажите то, что вы приготовили для Ивана Тема, Ваня По танцу можно оценить чувственность и отношение мужчины к женщине Я приглашаю тебя на медленный танец Она вот хочет такого себе, но она хочет это все сразу Но все сразу Да, она не умеет, наверное, уступать, может быть Спасибо, спасибо Кошмар Ну как, впечатления? Так, тихо слушайте Как вам Оксана? Ничего Мама шеф-повар Кроме этого, нет ничего сказать? Нет, ну почему? Ну, она девочка непростая Она понимающая И с некоторыми дипломатическими навыками Потому что вырвали ее, как тузик-грелку, да? Но она держалась, держалась, держалась Юлечка, что вы увидели женским сердцем? Ну, она девочка милая Умная в любом случае, да? Я согласна с тобой, что она далеко не глупая Она сечет и понимает все Я очень умная Очень умная, сто процентов Как ты можешь быть глупой, если у тебя есть работа, есть машина, есть жилье И есть цели в жизни Как ты можешь быть глупой? Ну, почему-то я не уверена, что она понимает до конца, что такое настоящая семья Мне кажется, она вот в этой истории до сих пор пока... Разные детские Разные детские Ваня, сытый ребенок, понимаете? И то, о чем говорит Оксана, он этого не понимает А я Оксану понимаю Конечно, ей хочется чего-то своего Конечно, неспроста, наверное, ушла из семьи Мама повар И не очень настаивала, чтобы она получила образование В 17 лет не уходила из дома и так далее Поэтому, конечно, ей хочется свое Свой дом, свою квартиру Слава богу, хотя бы она за меня заступила Причем она же и заступилась, да? Ну, она просто на эмоции тебя выводила Ну, я не могу практически представить ее в вашей компании Вы же ее, я ее рвала Да вы ее просто молча, одним взглядом сожрете Потому что она совершенно из другой... Из другой жизни Мне действительно хочется своего Тепла, заботы Все есть, только бы мужчина рядом был, который бы заботился Оксана хорошая девочка для другого мужчины Вместе будут пахать и зарабатывать Вкладывать в ипотеку Давай поженимся теперь вашим мобильным Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом А пока реклама Оставайтесь с нами В эфире давай поженимся у нас в студии Ивана Идите знакомьтесь со второй невестой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я считаю, что настоящий мужчина должен уметь пить, но не напиваться. Вы извините. Спасибо. Проходите, проходите за стол. Выпить его до дна и не сможете делать адекватный выбор. И хитрый ход такой, честный. Рок не положишь, надо пить. Молодец. Папочка, запусти, дайте мальчишке. Давай, это Лобио, да? Да, 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 совершенно верно. Это Лобио. Девочка, замечательно. А кто-то в волонтальности. Грузинка. О, отлично. Давайте на вас посмотрим. Нино, 21 год. Предприниматель. Открыла два салона красоты в Санкт-Петербурге. Гордится тем, что умеет правильно преподнести себя в обществе, мечтает побриться нагло и переехать в Москву. Признается, что не любит, когда ей дарят цветы. Предупреждает, что пойдет на интимную близость только с законным мужем. Возлюбленный Нино передумал на ней жениться после того, как увидел ее в гневе. Надеется, что Иван никогда не даст ей повода сердиться. Мне даже страшно представить, как выглядит грузинская женщина в гневе. О, это страшно. Кстати, как? Без этой еды. Нет, это шучу, конечно. А разве грузинская женщина... Вообще может быть в гневе? Да, да, да. Мне кажется, они, наоборот, должны подчиняться мужчине. Мужчине всецело ему отдавать. Нино девственница. И она сказала, что первый мужчина ее будет после свадьбы. Так, ну никаких романов не было, ухаживания. Сейчас она расскажет. Поцелуев? Не было. Это Юля, у вас уже в 21 год двое детей, а у нее все по-правильному. Нино, скажите мне, пожалуйста, вы были влюблены? Да, ну, наверное, сейчас я уже понимаю, что это, наверное, далеко не было любови. Может, так, легкая влюбленность. Просто случайно познакомилась с человеком по интернету. Хотя я вообще не верю в такие отношения. Грузинский мальчик. Да, да, грузинский мальчик. Он приезжал ко мне в Петербург. Мы познакомились там, наконец-то. С родителями? Нет, я не знакомилась. Потому что, по-вашему, познакомиться с родителями, это практически половка, да? Да, и как бы это было рано совсем. Он хотел познакомиться с моей мамой. А ты с горнями откуда? Из какого города? Ну, с Грузии девица. А, с Сухуми. А что тебя за своих не отдали? Мы родились в Питере и приезжали только в Гарри. Ни сестры? Да? Родные. Вот это моя, да, я забыла представить. Моя родная страна она и моя лучшая подруга. Каких всех? Тоже она. С родственник разная. А вы два бизнеса имеете? В смысле у вас даже две фирмы? Да, два салона. Салон у вас от Игоря? Да. Супер. Это кто? Это они или... Ну, небольшой бизнес, маленький. Не важно, сама же ты сама молодец вообще. Она мне помогала, она мне открыла, можно так сказать, дорогу. Сама она занимается другим бизнесом, рестораном. А вот меня вот учила руководить. Ну, молодец, молодец. Воспитали девочку хорошо. Как воспримут твои родители, ваши родители, прошу прощения, ваши родители. Ну, вы же православные? Ну, они тоже православные. Грузины, да. Главное, чтобы православные были. Ну, как грузины воспримут. Смешение кровей. Ну, я считаю, главное, что православные, потому что если другая вера, это, мне кажется, совсем другой мир. Хотелось бы, чтобы ваша семья, новая, я имею в виду, ваша молодая семья, была копией семьи ваших родителей. Ну, да, я очень люблю свою семью. Для тебя семья это вот эталон? Да, у нас просто такая семья, очень все друг друга понимают. Иван хочет троих детей и одного приемного. Ну, значит, приемного я, наверное, не стала бы возражать, потому что у нас вот три девчонки. Я всегда даже маме говорю, мам, давай возьми мальчика приемного. Ну, всяко ты рожать уже не будешь, давай, давай. Она всегда говорит, вот, выйди замуж, рожай себе пацану сама. Нино, а скажите, а зачем вы хотите на лысо побрить голову? Это что за сич такое? Это просто... Это фантазия, нереализуемая, наверное. Я представляю, как вы к папе к своему нарисуетесь. Нет, он меня выгонит из дома. Может, она хотя бы помечтать о нарушении ограничений? Конечно. То есть папа у тебя у вас жесткий? Строгий, жесткий? Ну, он не строгий. У меня, наверное, мама больше строже, чем папа. С папой вини еще выпьете и друзьями станете. Папа чем занимается? Папа подполковник полиции уже. Понятно, покажите сюрприз. Сейчас девочки закружат мальчика в грузинском танце. Мы так не умеем делать, кстати. А надо бы поучиться красиво руками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходите в свой конкурс. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, ну как? Ну, я думаю, все пошло нормально. Надеюсь, мы не облажались, когда танцовали. Наш грузинский стол, по-моему, произвел впечатление. Ну что, отец Алексей, как вам? О-о-о! Накормили. Да-да-да. Нет, но хорошие девчонки, действительно. Вот, хорошие девчонки. Все подобрели сразу последнюю девчонку. Давайте послушаем. Давайте послушаем, интересно. Сестра более такая... Мягкая. Мягкая, да. Она будет, так сказать, резать жестко. Понимаешь, все будет, так сказать... Да. Если к этому готов, Вань, что тебя будут, так сказать, резать... Юлечка, мне понравилось очень. Она понравилась. И внешне интересная. Но это сильный вариант. Да, и мне нравится, что она из благополучной, хорошей семьи. Что для нее семья – это идеал, мама, папа. Мне прям очень понравилось. Правда. А вам как? Ну, я думаю, что у нее сильный характер. Она такая... Да, то есть хозяйка, я думаю, в семье будет она все-таки больше. Конечно. Нет, я боюсь другого, что будет коса на камень. Потому что вы тоже не парень, не промах. Я боюсь, будет коса на камень. А если им нужна жена, как моя мама? Вот, что значит уважать свой род. Понимаете? Вплоть до того, что и танцевала своя национальная. Наконец-то вторая невеста после моей дочери станцевала грузинский танец. Свой национальный. Понравилась тебе, девушка. Понравилась. Ну, как я могу быть против грузин? У меня ребенок грузин. Поэтому хорошая девочка. Не факт, что папа даст добро. Не факт, что она выйдет все-таки замуж за русского. Пусть пофантазирует пока. Это, мне кажется, из разряда тех фантазий. Постригусь на глаза. Нет, ну нет, конечно, но хочется. Поэтому, не знаю, не знаю. Папа полковник, полиция. Чувствуется что-то жесткое. А что, у нас вот жених тоже непоганый. Вот родители какие. Генофонда улучшения будет как раз. Она гораздо более легкая, чем она показала здесь. Здесь дала точно строгости больше, чем есть на самом деле. Просто она со стержнем с определенными принципами. Здесь это выглядело как излишняя сдержанность и жесткость. Деловая, правильная, хорошая девушка, которая нуждается в очень мягком, душевном и тихом муже. Если у тебя такого же, как ты, это будет просто вулкан. А мне вот кажется, Ваня душевный. Я все-таки думаю, что это не идеальная совместимость, если говорить астрологически. Вам нужна девушка действительно помягче, а ей мужчина помягче. Не идеальная совпадение? Не идеальная совместимость, к сожалению. Но с этим можно разбираться. По крайней мере, еще раз повторюсь, она здесь произвела впечатление чуть более строгое. В 21 год девственницы будешь, блин, строгой. Ты чего? Тут уже скоро проблемы начнутся. Совсем засмущает. У-у-у! Попей водички. Я предлагаю Ивану встретиться с третьей невестой. Проходите. Привет. Я Ильнира. Привет на познакомиться. Иван, очень приятно. Спасибо. Спасибо. Мне эту подругу не сидят. Она одна? Да. Я вижу, что вы пришли одни, но поскольку вы из Оренбурга, моя землячка, значит считайте, что ваша подружка сегодня я. Спасибо большое. Давайте на вас посмотрим. Эльмира. 25 лет. Эксперт в оценочной компании. Полгода назад переехала из Оренбурга в Москву. Гордится тем, что без всяких связей не пропала в столице. Мечтает купить белую норковую шубу и улететь в Париж. Предупреждает, что не продолжает отношения с мужчиной, которого ей не захочется поцеловать на первом же свидании. Четыре года назад возлюбленная Эльмира женилась на другой женщине. С тех пор не может заставить себя влюбиться. Надеется, что Иван растопит ее сердце. Вы никогда не будете встречаться с мужчиной, если вам не захочется его поцеловать буквально при первой встрече. А как к Ивану такое чувство возникло? Хочете его поцеловать? Безусловно, мне очень понравился Иван. Но поцеловать я, наверное, все-таки не могу сказать. Кто-то уже до вас это сделал, потому что посмотрите, как у него губа нижняя треснула, распухла. Да тут вино еще, поэтому так что... А вы пьющая? Нет, я не пьющая. Я выпивающая, но не пьющая. Хорошо. 25 лет пока выпивающая, а потом уже неплохо, неплохо. Вы сказали, что вы все время одна, одна ходите в кафе, в рестораны, в кино. Почему так получилось? Мне просто удобно быть одной. Мне нравится. Я считаю, что чем я с тобой перевела целую делегацию, я могу сама вам все рассказать. Расскажите о своей трагической любви, вот эту историю. Ну, мне тогда было 15 лет, должно было исполнить 16, и как бы... У меня не было такого воспитания, что вы там в 11 лет рожали, поэтому я бегала, играла. Я знаю, что вам 25 лет, и вы тоже девственницы. Нет. Нет? И что? Поймали. 15 лет, вы влюбились? Я влюбилась, да. Просто мы чисто случайно познакомились, я была у родственников, и он тоже там был. Он был на три года старше меня. И вы стали себе фантазировать с ним отношения? Да, я очень много... А он понятия не имел о том, что вы влюбились? Нет, через два года я приехала опять же туда, вот, и мне сказали, что он женится. Там оставалось буквально недели две, наверное, до его свадьбы. Мне почему-то, я не знаю, что во мне сыграло, там неполные 18 лет, мне почему-то захотелось ему рассказать. Ну, вот видите, она сама упустила, сама не смогла сделать так, чтобы он захотел на ней жениться. Он женился на другой. Я же нафантазировалась, я думала, мы будем вместе, что у нас там будет все хорошо. Слушайте, вы здоровая психически девушка. Вот вы его однажды увидели в 15 лет, и потом только через два года. А он все взрослел и взрослел, у него были какие-то отношения. Так кто же знал об этом? Да, и он решил жениться. И вот вы приходите к ЗАГСу. Он даже вашего лица мог не вспомнить. Нет, я ему уже сказала до того, как я пришла в ЗАГС. То есть за две недели, за три до свадьбы я ему просто сказала. Я люблю тебя, Татьяна Ларина. Да, да. А он говорит, простите, Эльмира, Эльмира, Эльмира. Нет. Это, а, нет. А, вспомнил. Нет, ошибся. Что было? Он мне сказал, а почему ты не сказал мне об этом раньше? Я говорю, а что бы изменилось? Он сказал, все было бы по-другому. Ну, конечно, ничего не было бы по-другому. И вот вы все равно гонимы этой надеждой, что сегодня он прямо из ЗАГСа сбежит к вам. Да не было бы такой надежды. Хорошо, зачем пошли? Посмотреть. Я просто не понимала, не хотела осознавать то, что он женится. Он даже не видел, он даже не знает, можно ли это сейчас. Хорошо, из ЗАГС он вышел с женой? А я не стала дожидаться. Просто, когда подъехали две машины, я увидела, что она в свадебном платье, и все. Хорошо, Эльмира, вот смотрите, вам сегодня 25 лет. Вы взрослая тетя, рассказываете историю 100-летней давности. А у вас была какая-то серьезная история с отношениями, когда вы... Вы знаете, вот как-то вот после того случая у меня не было такого, чтобы я вот кого-то полюбила. Ну, и тогда, наверное, не любила. Но отношения были... Мои отношения последние закончились где-то за полгода до переезда в Москву. То есть, ну, около года назад. В Оренбурге. В Оренбурге. Эльмира, а вы вообще понимаете, к кому вы пришли? Человек достаточно публичный. Как может, тут все выяснили, общество нашего шоу-бизнеса цинично. Вы здесь просто, вот я сейчас смотрю, с по-сожалением и содроганием. Думаю, ну сейчас точно расплачется просто-напросто. Нет, это хорошо, если расплачется. Вы татарка? Да. Так у бойчей надо быть. Да не могу я. А нам татарам-то, извините, знаете, не всегда все падает. Как надо? Надо бороться за это дело. Ты сейчас скажешь, что нам татарам труднее, чем вам. Да не труднее. А, кстати, ее история у меня такая же была вообще-то. Я вон провожала в армию, правда, он тоже не знал. Я ему записочки писала. Я бабушку Дашу свою, которую все время вспоминаю. И, представляешь, женился на другой. Понимаю, девочка у вас. А вот когда стал знаменитый, ему уже час пятьдесят с копейками, он спирета. Дорисовался. Дорисовался, ты представляешь. Понятно. И говорит, а ты помнишь, я твоей любовью-то был. Тебе нравятся мужчины старше себя? Да. Да, вот я это почувствовал сразу. А что, намек? Нет, намеков нет. Так она и сама уже не девочка. Нет, ну, нет, ну есть просто старше нравится. Потом, скажи, при замужестве национального фактора для тебя нету. Нету. И родители тоже в этом плане не будут. Да какие родители? Она уехала из Оренбурга. Ну, не важно. А что вы делаете в Москве уже полгода? Важный вопрос. Я работаю, я приехала, это была моей мечтой. А где ходите? Одна обед, бедолазка. Вот тогда к Митрофанову он устроит вас на какую-нибудь престижную работу. Ну, я не сажусь на шеи к чужим людям. Зачем мне? О, Господи, вы сядьте, попробуйте. А на Рублевке хотите жить? И в Париж хотите? На Рублевке? И белую норковую шубку хотите? Это я все сама хочу. Элимира, знаете, от чего хочу предостеречь? Вот, когда уже не совсем девочки, а очень даже не девочки приезжают в Москву и начитаются в самолете каких-то старых глянцевых журналов и начинают фантазировать и строить какие-то прожекты несуществующие. Знаете, не буду же говорить вам какие-то банальности и пошлости, типа «Москва слезам не верит» и так далее. Вы хотите детей? Конечно. Вы хотите? Ну, прекратите мечтать о какой-то глупости. Так шуба, это же обычная, это же ничего несущественного. Не, я про Рублевку сейчас спрашиваю. По-моему, она огромный грузовик, который давить, давить. И себя, и других. Пусть лучше живет одна в своей съемочной квартире. Да, она, по-моему, вообще не готова. И мечтает о белой шубе. Ну, такая тоска в глазах, ну, просто невозможно. А может быть, спокойствие? Не тоска, спросите. А папа-то где? У нее характер спокойный. Она спокойный человек. То есть даже сюрприз, который вы сейчас покажете, он тоже из ряда спокойных? Спокойный спокойный. Или будете зажигать? Да, ну покажите. Ну, я думаю, Иван, вы уже сделали свое первое впечатление. И мне хотелось бы просто, чтобы вы по тем вещам, которые находятся в чемодане, с которыми я соприкасаюсь каждый день, могли немного рассказать, ну, буквально немножко, что вы думаете обо мне? Позвольте открыть? Да, конечно. Так, начнем, по-моему, пожалуй, с этого красного. Девушка в красном, дай нам несчастную. Это когда всегда в красном. Роковая женщина? Ну, это твое мнение. Ну, дальше. Газета. Любите читать? Следите за новостями. Да, Эли Верми, с такими вот подарочками вы, конечно, замуж выйдете очень нескоро. Фоко Шанель. Да? Я понимаю, что он от Тургимера бы там лежал. По-моему, это ему неинтересно, поэтому он ничего не может сказать. Вот и все. Это кошелек или плач, или... Не могу понять. Пустой? Пустой. Пустой. Позолотите ручку. Мне кажется, она поняла, что у нее не получился сюрприз, и она сейчас заплачет. А даже поддержать некому. Видите, она совсем одна. Вот она вот такая... Одинокая. В чем смысл этого сюрприза? Я вот прям никак не понимаю. Я думаю, что хотели показать, насколько этот человек, чем он увлекается. Мне просто интересно, что он думает об этом. Ваша версия. Хорошо. Ой, мамочка. Да прям кладите на пол. Оставь. Да, вот так ставьте. Бальто. Вот теперь ваша версия. Что это значит? Ничего. Какой-то нелепый сюрприз. Я просто не понимаю, что она хотела оттуда вывезти. Газета, косметичка, вот эта сумочка, что это? Это с тем, что я соприкасаюсь каждый день. И что? Вот он должен сказать. Это вот сюрприз. Он не должен. Куплете какой-нибудь татарской песни клевый. Ваша любимая бабушка, какой пела? Нет, я не могу. Почему? Потому что я не пою. А я за руку вас возьму. А я не пою. А зачем? Ну не знаю, ну как-то... Эльмира, ты не куришь особенно, да? Я не кури вообще. Вообще не куришь. Смотрите, положительная девушка не курит. Пьет мало, да? Спокойная. Ты никогда любишь йогурт, да? Очень. Особенно с клубничей. Ой, ты себе что-то подбирай? Подожди, 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 подожди. Он решил вступиться. А потому что она сама как йогурт. Я говорю, а мебная какая-то вот. Сама как йогурт? Эльмира, проходите и посмотрите из комнаты. Ладно. Вот вы знаете, я все время думаю, глядя на наших российских девчонок и женщин, такое количество молодых красавиц, которые не просто заниженная самооценка, а которые вообще себе, по-моему, ничего не думают. Почему так происходит? Не уверенность какая-то вообще. Не, не уверенность, это такой характер. Потому что у нас таких миллиарды. У нее хорошая нервная система, она хорошо переносит стрессы. Сомневаюсь я, что он выберет простой, и что ему родители разрешат этого. Мне почему-то ее стало жалко, я не знаю почему. А жалость это ваше слабое место? Нет, вы из жалости можете с женщиной закрутить роман и быть с ней достаточно долго? Ну, сейчас... Потому что это манипуляция женская. Как я увидел, у нее глаза вызывают жалость. Мне прям жалко человека. Я не знаю почему, что у нее стряслось, что у нее... Ну, это явно не за расставание с... 15 лет. 15 лет там. Друза, как тебе невеста? А что, умная. Больше, значит, татарка. Умная. Жалость сидел у нас, вызывала. До рублевки вот дойдет. И дойдет достаточно быстро. Потому что вы все очень наивные и примитивные. Молодец. Спасибо большое. Ну, вы знаете, я вам что хочу сказать. Наверное, вы меня сейчас выкидаете в Хачапури. Но я в Эльмире увидела совершенно другое. Она человек жесткий. У нее не очень хороший характер. То, что она сегодня попыталась представить нам на суд, и то, кем она является на самом деле, это две большие разницы. Я думаю, неспроста одна и любит одиночество. Ну, одиночка, конечно, потому что родилась в Новолунии, в знаке Девы, еще и в квадрате к Урану. Вообще, женщина с квадратом Солнца и Урана, это такой один из диагнозов позднего замужества, к сожалению. Когда человек пестует свою независимость настолько, что ему действительно хорошо становится одному. Эльмира не просто человек жесткий, она еще и скучновато серьезный, при этом человек, я с тобой согласна. Но мне ее немножечко жалко, потому что она не раз потеряет по жизни свои амбиции, идя к своим целям. Для нее это самое болезненное, что может быть. Осталось только пойти и повеситься. Через несколько минут мы вернемся. Не переключайтесь. Алексей и Юлия, я думаю, вы уже определились. Да. Кого желаете? Нино. Мне понравилось Нино, но, если брать для Вани, но лично мне больше понравилась Эльмира. Спасибо. Эльвира, да. Спасибо. Роза? Вот женщина должна быть благодарна и уметь быть благодарна. Мне кажется, Нино всячески показала, вот как это быть. Согласна. Аплодисментарной тому мужчине, ради которого, собственно говоря, ты приходишь и чей рот ты будешь проверять. Ну, Нино, конечно. Как он тебе понравился? Мне кажется, там атмосфера была такая, уже, наверное, зайдет. Я буду надеяться на это. Я бы хотела, да, он мне понравился. Я согласна с Алексеем. Я вам тоже желаю пойти к Эльмире, потому что то, что она понравилась вашему отцу, это уже 90% успеха. Ее очень легко осчастливить. Вам это удастся. А мне кажется, мужчина, который в состоянии осчастливить женщину, должен уже сам себя чувствовать на высоте. Если ты зайдешь за мной, я буду очень рада видеть тебя. Ну, а если нет, то, значит, не судьба. Нино прекрасна, но вы не найдете с ней общий язык. Эльмира – это антиобраз женщины для вас, поэтому тут я вам бы не просто не советовала, а категорически не советовала ходить именно к ней. И, как ни странно, я рекомендую Оксану. Хотя изначально мы очень жестко ее критиковали, но именно Оксана характерный для вас тип женщины. Если он зайдет, я с удовольствием выйду. Мы тебя поддержим. Да, поддержим полностью. Поддержим. Иван, вы уже парень взрослый, опытный, сами знаете, куда идти. Поэтому вперед, а мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с номером по телефону 4-4. Мария, 25 лет, номер 1998. Генеральный директор креативного агентства. Увлекается автомобилями. Избраннику придется смириться с ее строптивым характером. Марию привлекают лысые мужчины с татуировками, которые умеют красиво ухаживать за женщиной. Оксана, 28 лет, номер 1999. Переводчик-стилист. Свободное время посвящает йоге и фитнесу. Предупреждает, что ее нельзя надолго оставлять без внимания. Хочет познакомиться с решительным и способным на поступки брюнетом от 28 до 35 лет. Мы не знаем, выйдет Иван один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. Спасибо за вкусные угощения, за стол, за танец. У нас есть пара Иван и Нино. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Спасибо, удачи. Это не имплантанты. Нет, это моя попа. Это спортивное прошлое. Никто не хочет варить суп, никто не хочет мыть посуду. Ой, какой вы все-таки гад, а. Женат он не был. Он был прекрасен. Ну, там была такая ситуация, что они вроде бы жили, вроде бы и не жили, но, конечно, встречались. Ищу Клара-то. Клара отдалась ему. Прямо там. Я, как морзим же, прям была. Как швейная машинка зима. Желаю стать тебе для Милы идеалом, и вот тогда ты точно будешь генералом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова